книга открытым оком тема священства том 19 вопрос 3293 часто с отцом павлом из города камня на обе простите что с отцом павлом из города камня на обе приняли принял ли его на служение епископ алтайский отвечает игнарий тихонович лапкин 16 ноября 2006 года отец павел позвонил мне и рассказал что на его звонок епархию ответили с пренебрежением и цинизмом от него требовали еще раньше покаянного письма он написал прошло полгода ему велели ждать он ждет и иногда звонит была уже и встреча с благочинным коммунистом николаем гордиенко тот гонит его из своего благочиния а из епархии вдруг ему и ответили что письмо его потеряли и чтобы приходил точно указанные приемные для документов дни еще раз убеждаешься что сергианская лжепатриархия вся пронизана ложью и абсолютной ложью кавычки открываются со слов этой женщине по дороге в гжатск митрополит кирилл прежде всего отправился для очного свидания с митрополитом сергием строгородским а тот не принял его и предложил поговорить со своим секретарем так и сказал обратитесь пожалуйста к такому-то епископу изложите ему все что хотите а он мне доложит конечно он разгневался ведь по завещанию патриарха тихона митрополит кирилл был назван первым местополитителем таковым себя ощущал но будучи в ссылках был не в состоянии вести управление церковью когда появилась катакомбная церковь митрополит кирилл присылал из одной из своих ссылок послание в котором писал что если эту церковь то есть находящиеся в оппозиции отдельные приходы некому возглавить то он их возглавляет все три месяца в гжатске он каждому желающему будь он епископ священник мирянин кто угодно каждому кто болел этим вопросом готов письменно или непосредственно разъяснить суть всего этого происходящего свою переписку с митрополитом сергием он отпечатывал и раздавал у меня тоже был экземпляр где он объяснял суть происходящего прежде всего обвинял сергия в том что он узурпировал верховную церковную власть и злоупотреблял этой властью починить церковь государству таким образом осуществлялся замысел ленина а разорение церкви изнутри с этой целью сначала они подняли на щит обновленцев рассчитывая что через них они разорят церковь но тогда народ был на высоте тогда действительно люди не ходили в эти храмы и называли их красными храмами в это время особенно необходимо было духовное общение пастырей большая осторожность чтобы не сделать ложного шага не отрываться от церковного единства кавычки закрыты притчи 16 18 погибели предшествует гордость и падению надменность притчи 21 4 гордость очей и надменность сердца отличающие нечестивых грех исаи 13 11 я накажу мир за зло и нечестивых за беззакония их и положу конец высокоумию гордых и уничтожу надменность притеснителей иакова 4 16 вы по своей надменности тщеславитесь всякое такое тщеславие есть зло учение христова наш закон сверяться с ним с поступками своими ежеминутно ежеминутно проверять наклон как бы накладывая негатив на снимки занятие увы не из простых и многим ли по силам по плечу здесь и молитвы бдения и посты вершу ли сам чему других учу сокровищница света ежедневно святая библия не просто книга книг объединяющая нас с нечистой евой роднящая с адамом каждый миг но искушением и страху вопреки был изведен я с лазарем из склепа и не было свободы для руки чуть не ослеп развязаны от света и на любой странице про меня под именем и иным я притаился рождением свыше можно поменять свой статус если искренне молился и чтобы там не изрекли пророки священство обличая и царей в меня те стрелы будто с ними проклят спешу раскаяться сегодня же скорей о книга света мудрости бескрайней во свете библии весь мир прелюбодейства греховен книгами ненужными отравлен пойди и обличи но не бездействуя пусть даже мысленно на миг вообразим что слово божие бесследно вдруг исчезла нет чудо с хлебом нет святых корзин и канит канна с тем ж вином мы трезвы нет ничего не причине исцелений беснуются немые по церквам мир с вартимеем заново ослепнет так библия святая прорекла 17 ноября 2006 год игнатий лапкин